Подробности. Ученикам одной из отовкарских школ посчастливилось вживу видеть ответ на вопрос, откуда берется молоко. Экскурсия на новую ферму в село Нёбдина, построенную по европейским стандартам, может стать новой вехой в образовательном процессе. Каждая из трех сотен буренок снабжена ошейником с электронным чипом. Вся информация, вплоть до количества съеденного корма и отданного за день продукта, поступает в диспетчерскую. Такие электронные паспорта есть у каждого животного. Городским подросткам встреча с сельскими буренками запомнится надолго. Елена Конана вас знает, почему. В новый коровник сыктывкарские школьники зашли подготовленными. Вооружившись фотоаппаратами и мобильными телефонами, ребята твердо решили изучить все этапы молочного производства. Для Нёбдинской фермы это первые столичные гости. Раньше здесь проводили экскурсии для молодежи и ветеранов из района. Городские визитеры оказались куда любопытнее, говорят местные работники. Оно и понятно, коровы для них – животное малознакомое. Коровы второй раз только видела. Было страшно сначала, но потом нормально. Нёбдинскую ферму иначе как коровьим раем не назовешь, говорят на производстве. Три стабуренок аширской породы получают сбалансированную смесь из сенажа, селоса, полисахаридов, льняного жмыха, соли и мела. Питаются они без ограничений. По загону тоже перемещаются свободно. Здесь практикуют уникальную беспривязную систему содержания коров. Каждый год растут удои у них. И в тех фермах, которые старая технология, естественно, и обслуживание не такое, и комфорта таких животных нет. Поэтому однозначно даже речи нет. И хозяйство не жалеет, что это у них технология и что эта ферма готова, говорю, было ли бы площади, можно было бы увеличивать. Комфортно на ферме и людям. Ручной труд остался в прошлом. Не нужно таскать тяжелые ведра и доильные аппараты. Сегодня доярка стоит в доильной яме и лишь фиксирует к вымени коров доильные коллекторы. Технология рассчитана на обслуживание 24 коров одновременно, по 12 буренок с каждой стороны. В специальный доильный зал животных приводят два раза в сутки, в 5 утра и в 17 часов вечера. Сытовкарским гостям к их огорчению процесс дойки увидеть не удалось. Я бы, конечно, хотела посмотреть телят, процесс дойки. Альширская порода выбрана фермерами неспроста. У этих буренок спокойный и сдержанный характер. К тому же хорошие молочные качества. Ежедневные удои каждой коровы от 14 литров. После экскурсии школьников угостились свежеиспеченным хлебом и молоком. Очень вкусный хлеб, особенно. Включается? Да. Я не знаю, с свежестью, вкусом. Дети, которые живут в республике Коми, а у нас сельское хозяйство достаточно хорошо развито, они должны понимать, откуда берется молоко и как производятся продукты в сельском хозяйстве. Серия таких поездок была запланирована еще с июля в рамках проекта «Выбирай наши». После экскурсии школьники признались, несмотря на механизацию процесса, работа доярки, по их мнению, очень трудная. Хотя попробовать себя в этой роли ребята совсем не против. Кстати, неогдинские коровы, судя по всему, скоро станут звездами соцсетей. Почти все столичные гости сделали селфи с буренками. Елена Кононова, Александр Маркин, Владимир Шишкунов, телеканал «Юрган», Карткировский район.